Друзья, всем привет! Это скринкасты. Меня зовут Екатерина Черкасова, и я менеджер образовательных проектов ВК. И сегодня мы с вами поговорим немножечко о планировании. Вообще, планирование штука такая очень важная. Я думаю, как любому проекту, те, кто вообще хоть раз погружался в эту историю, понимают, насколько это вообще важный процесс, и всё непосредственно с этого начинается. О чём я хочу поделиться, поговорить с вами сегодня, и что мы сможем сегодня вместе сделать? Вообще, планирование бывает разным, бывает суперсложным. Это суперскилл, которым там обладают мои многие коллеги, и простому смертному не всегда просто до этого дойти. Поэтому сегодня я хочу поделиться с вами простым инструментом-календарём и списком задач, и как вообще оптимизировать и спланировать свою жизнь. И вообще, в целом, планирование позволяет немножечко высвободить свободного времени, оптимизировать его, всё уложить, и позволяет заниматься такими приятными делами, выделить время для себя. Ну вот, например, прекрасные свечки, которые я сделала своими руками. А всё благодаря чему? Благодаря хорошему планированию, друзья. Ну что ж, давайте начнём. Итак, я думаю, вы видите перед вами прекрасный, самый простой календарь. И здесь уже есть несколько категорий, непосредственно как я делю. Я делю личное, рабочее, учебный. Это вдруг, ну, у нас могут смотреть студенты. Вот, возможно, вы ещё учитесь, а может быть, вы даже уже работаете и просто занимаетесь каким-то саморазвитием. Вот, в любом случае. У меня в основном это пять категорий, четыре такие по задачам. Это личные, куда я вписываю всё-всё-всё, что не касается работы. Подробнее про это поговорим чуть позже. Есть рабочий, учебный, как я уже сказала, и задачи. Это непосредственно таски. Это то, что мне нужно сделать самой. Я вот их вписываю в день и планирую. Ну и фритайм. Этот календарь, поделюсь тоже сейчас этой категорией, для чего я её использую. Давайте начнём непосредственно с самого планирования. Я обычно сажусь накануне, накануне недели, и выписываю все-все-все какие-то фикс-задачи, которые я планирую делать. Ну, то есть мне там что-то нужно сделать. Вот, там съездить, куда-то сходить, какая-то прогулка, какая-то выставка, что непосредственно сейчас мы с вами разберём. Вот, и вношу в календарь. В рабочий я уже вот тут вот включу его. У меня уже здесь есть часть встреч. Это часть фикс-встреч, которые проходят на регулярной основе. Вот, непосредственно в течение недели, естественно, они в рабочее время дополняются, и календарь подзабивается. Чтобы мне всё успеть, чтобы не было такого, что у меня там оказалась куча встреч, и я не успела сделать свои задачи, я обязательно использую календарь задачи, в который я вношу рабочие задачи. И сейчас, собственно, давайте начнём планировать. Начнём с личного календаря, что у меня есть на эту неделю, да, какие у меня есть планы. Я тут немножечко их вынесла. У меня есть план на субботу в 2 часа пойти, вот я выбираю здесь личный календарь, отправиться на выставку. Оно у меня будет проходить с 3 до 4. Я могу здесь указать место, это будет новая третью ковка. И, собственно, могу выбрать какое-то напоминание, но я обычно не сильно заморачиваюсь, как бы всё просто. Чем проще, тем лучше, друзья. Так, ну, если непосредственно у вас есть такой же прекрасный друг, друг-подруга, забыла поставить галочку тут, который также планирует, то вы можете обязательно пригласить их, выбрать участника и пригласить их. У них тоже появится это событие в календаре. Вот, будете гуру планирования. Смотрим дальше. Что ещё у меня есть по планам? У меня есть история про онлайн-шоппинг. Я вношу обычно даже такие вещи, потому что это позволяет мне немножечко разгрузить мозг и жить полегче. Обычно я такие штуки планирую на утро в субботы, сажусь и занимаюсь. Здесь обычно в описании я пишу, что мне нужно купить. Допустим, мне нужно купить подарки друзьям, чтобы я не забывала, как бы не утонула, так сказать, на маркетплейсах. Подарки друзьям, бытовая техника. Допустим, я хочу купить себе чайник. Вот. Обычно я сюда всё пишу. Это очень удобная история, которая позволяет мне это выгрузить из головы. И потом я вспоминаю, что вот зачем мне всё это нужно было, и мои друзья не остаются без подарков, а я, собственно, без чайника. Так. Что ещё? Что ещё у меня есть? У меня есть история, что мне нужно забрать заказ, мне должна прийти доставочка. У меня, естественно, придёт смс-ка, но я смотрю, что, допустим, 6 апреля, в среду, у меня должен прийти заказ, и я понимаю, что после работы в 7 часов я могу спокойно забрать заказ. Вот. Также я могу указать там какое-нибудь место. Это постамат. Пишу. Могу написать даже адрес постамат. Ну, это если вам непосредственно нужно, как бы я знаю, откуда мне нужно забрать. Ставлю себе интервальчик, чтобы всё было спокойно, как напоминание. Ещё хочу показать, что обычно вношу. У меня каждое восьмое число, каждый месяц списывается ежемесячная оплата за телефон. И поэтому я вношу сюда вот такую историю весь день. Здесь я выбираю больше параметров и обязательно ставлю время занято, галочку убираю, чтобы это время не занималось у меня в календаре. Оплатить телефон. И здесь я просто помню, что каждое восьмое число, что вот у меня 8 апреля спишутся денежки, и мне как бы нужно не забыть вообще пополнить свой баланс, иначе я буду без связи. Так, и вот прекрасно у меня здесь висит наверху, как напоминалка. Кому-то, возможно, удобнее такие напоминания делать от личной категории, но я предпочитаю всякие напоминалки вшивать, та же самая история в рабочие, в задачи, вшивать в эти же категории, мне так удобно. Вот тут вы выбираете сами для себя. Что у меня есть ещё? Что у меня есть ещё из планов? У меня есть история про... Я выпиваю норму воды, и поэтому я её тоже стараюсь везде фиксировать. Непосредственно тоже ставлю себе напоминание на 3 часа дня. И могу поставить его с 15 до 15. Ну или там 15.05. Обычно я ставлю такой себе перерывчик, когда нужно чекнуть. Я вообще начала пить воду, нет? Или я тут сижу, чай гоняю? Вот. Вода. Можно даже как-то поприкольнее назвать. Water, например. Тоже неплохо. И что здесь я выбираю? Ставлю больше параметров и выбираю повторять. Повторять каждый день. Можно выбрать вообще интервал любой, поэтому я ставлю каждый день. Убираю, опять же, галочку «Время занято», потому что это напоминание. Мой календарь видят там другие коллеги, друзья, и они тоже на него ориентируются. Кстати, это тоже такой лайфхак, как использовать календарь. Так, я сохраняю. Ну и всё. И я вот здесь вот вижу прекрасно, что у меня каждый день в 15.00 мне нужно попить обязательно воды или чекнуть, выпила ли я норму. Это ещё хороший лайфхак про обед. Про обед, обед. Ну, я всегда по-разному обедаю, но в целом хорошо бы обедать в час дня. Поэтому я здесь ставлю также обед, но обед я обычно ставлю в рабочий календарь, так как это законное рабочее время, перерыв. Вот. Здесь тоже выбираю опять больше параметров. Парам-пам-пам-пам-пам-пам. Повторять каждый день. Ой, каждую неделю поставила. Да, по будним дням обязательно с часу до двух обедаем. Так. Всё, у меня проставился обед. Супер, теперь у меня это время занято. Что делаем ещё? К чему переходим дальше? К задачам. Категория задачи. Как я её в целом вообще использую? Тоже очень удобная история. Когда уже календарь, я заношу её обычно в самую последнюю очередь накануне. Когда я понимаю, что встречи у меня подбились, какие-то основные дела есть, фикс, вещи уже внесены. Я вношу, распределяю задачи. Эта история достаточно гибкая. Вот, например, утром я понимаю, что мне нужно проверить почту. Я тоже всегда ставлю проверить почту. Всегда по утрам, как только начинаю работать, я проверяю почту. Это в блок задачи. Это занимает у меня где-то 30 минут в целом. На коммуникацию я отвечаю, проверяю мессенджеры. И опять же ставлю историю про повторять. Она у меня каждый день, каждую неделю с понедельника по пятницу. Вот, я сохраняю. И у меня проверяется сразу уже заполненный день. Таким образом, ещё какие-то задачи, которые у нас происходят ежедневно, все они вносятся. Ну, как бы здесь проверяю почту. Опять можно поставить в конце дня, кому как удобно, как вы строите свой день. То есть фикс вещи, которым вам нужно обратить своё внимание и сделать их, вы вносите. Дальше я начинаю смотреть, что у меня есть в целом по планам на эту неделю. Допустим, мне нужно подготовить презентацию. Я пишу здесь «Подготовить презентацию». Внутри я пишу в целом какие-то заметки, когда мне нужно там накидать, не знаю, слайды. Сколько слайдов это должно быть? Или какая тема должна быть, там, 10 слайдов, допустим, 10 слайдов донести, донести ценность. Какие-то ключевые пойнты, чтобы я потом вернулась, это моя такая заметочка. То есть не всегда я использую отдельные заметки где-то, а использую прямо в таких вот вещах, как календарь, зашла, посмотрела, и всё супер. Так, я внесла, я готовлю здесь презентацию. Что же у меня ещё есть? У меня ещё бывает такой момент, что, так как я project, у меня бывает не один проект. И в целом нужно понять, какой статус по проекту. Поэтому я ставлю обычно здесь задачи, вот я вижу, допустим, у меня есть какой-то еженедельный синг, и я понимаю, что, кстати, мне нужно к нему подготовиться. И поэтому я здесь ставлю тоже на полчаса «Подготовка ко встрече». Не всегда и не везде это нужно, но здесь ставлю, потому что мне пригодится. Говорила про проект, у меня есть проект. Я подбиваю все таски по проекту, ставлю на свободный день. Вижу, что у меня вот здесь вот есть свободное время. Я понимаю, что в 11 часов я готова сесть и сделать это ревью задач. Так я это называю, ревью задач по проекту. И непосредственно целый час я подбиваю задачи. Если опять здесь же мне нужны какие-то ключевые тезисы или какие-то темы, которые я такая... О, так, вот здесь вот точно нужно подготовить инструкцию, да, там инструкцию, инструкцию студентам, проверить задачи, проверить статус задач по отбору, допустим, обновить сроки. Это позволяет мне потом легче войти в задачу и понимать уже, что нужно делать, возможно, что-то дополнять. Так, я сохраняю. Что у меня остается еще дальше? Ну, в целом, наверное, все. Вот так вот подбивается календарь. Что еще у меня есть? Здесь блок учебный. У меня ничего пока по нему нет. Я свою учебу закончила. Но здесь отлично работала история. Когда я училась, я ставила обязательно пары, какие-то фиксы, когда у меня занят день. Там с 8 до 12 я учусь, и все. Естественно, что я могу там сделать, это все учебные какие-то штуки. Также я ставила, допустим, как пример сейчас привожу. Мне нужно в этот день, в среду, мне нужно обязательно сдать презентацию, загрузить, там, не знаю, или сдать кусок дипломной работы, отправить научному руководителю. Я всегда это все фиксировала, и у меня было всегда какое-то напоминание. Вот здесь вот, например, подготовить первую главу. Кстати, с выпускной и квалификационной работой это так и работало. Так и работало. Подготовить первую главу. И здесь в чем фича, самое главное. Выбираю учебную категорию и ставлю обязательно напоминание, потому что часто очень забывается. Добавляю напоминание. Напоминание я добавляю за аж несколько дней. За 10 дней. Потом за 5 дней. Ну, в общем, до самого последнего. Сидим, делаем все в последнюю ночь. Шутка. Не стоит так делать. Так, сохраняю весь день. Убираю время занято, опять же, чтобы календарь не засорять, и мои друзья и коллеги могли его видеть. Сохраняю. И я вижу, мне будут приходить отбивочки. Будет высвечиваться в интерфейсе календаря напоминание о том, что мне нужно подготовить первую главу. Дедлайн близко, и я буду что-то делать, шевелиться в этом направлении. Есть еще у меня такая категория free time. Тоже эту фишечку я взяла у своей коллеги. Можно этот календарь, вот эту категорию, ее можно шерить на других участников. Чем эта фича классная? Если у вас супер занятость, и друзья такие, ну когда же, когда же ты можешь встретиться, а ты не знаешь, когда ты можешь встретиться, ты фиксируешь какие-то слоты, когда у тебя есть свободный день. Ну, например, иногда бывает в субботу, ну вот у меня сейчас достаточно свободная суббота и воскресенье, но по воскресеньям я обычно стою из дома и в целом провожу так это все в горизонтальном положении, потому что набираю сил перед будущей неделей. Вот, но иногда я выхожу, и поэтому я выхожу. Иногда я ставлю слоты сюда. И мои прекрасные друзья, вот у меня немножечко почему-то старая категория, ну ладно, и мои друзья, коллеги, кто угодно, кого я добавляю в этот календарь, мой близкий круг людей, вот, видят, что у меня есть свободный слот, и они такие, все, встречаемся. Тоже могут планировать отличные даты и встречи со мной с помощью календаря. Вот, ну в целом это, наверное, как-то так, такой простой лайфхак с планированием, как легко спланировать свою жизнь, оптимизировать, вообще высвободить ресурсы, понять, иногда бывает сложно соотнести, кажется, что ты супер неэффективная, на самом деле просто задач настолько много или они настолько объемные, что ты, ну, как бы в сутках 24 часа, и это тоже нужно учитывать. Поэтому календарь здесь позволяет вообще понять свою загрузку, понять, сколько времени у тебя есть, и в целом поставить фикс какие-то истории, допустим, вот там, хочу я сходить на мастер-класс, вот хочу и все, какие-то свои хотелки я могу вписать сюда, и мне на все хватит времени. На какой-то отдых, на в целом какие-то перерывы, все-все-все можно вносить в календарь и использовать его как суперинструмент с планированием, с напоминанием, и все это будет в одном едином пространстве. Ну что ж, друзья, это, в принципе, все, о чем я хотела с вами сегодня поделиться. Надеюсь, это было полезно, это было такое планирование, наверное, для ленивых. Используйте его и планируйте свое время, оптимизируйте его, проводите его с пользой для себя, любимых. С вами была Екатерина Черкасова, это были скринкасты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик. Пока. Скринкасты. Скринкасты.